Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грани событий» на телеканале «Триангела». С вами я, ее ведущая Мария Мараханова. Лето – время отдыха, расслабления и перерыва в работе. Тема сегодняшнего выпуска – отпуск. Что это такое, зачем он нужен и как его провести с наибольшей пользой? Согласно Большой советской энциклопедии, отпуск – временное освобождение от работы на определенный период. Это ежегодное время отдыха. Ключевое слово – отдых. Отдых – это покой, либо такая деятельность, целью которой является восстановление сил и работоспособности. Важно помнить, что ожидание чего-либо или отбывание наказания отдыхом не является, так как бездействие в этом случае вынужденное. Необходимость отдыха обусловлена усталостью, за которой идут стадии расслабления, восстановления сил и развлечения. Для современных работников офиса принцип смены деятельности реализуется в активном отдыхе или занятиях любительским спортом, который связан с физическими нагрузками и движением. К этому же относится рекреационное рыболовство, прослушивание музыки, просмотр телепередач, созерцание произведений искусства, походы на природу, чтение книг. О том, где лучше отдохнуть и как спланировать отдых, расскажет путешественник со стажем Руслан Ларин. Если вы думаете про заграницу, конечно, нужно учитывать на ограничение в связи с тем, что нужно будет сдавать ПЦР и туда и обратно при перелете два раза. Поэтому это, конечно, сказывается на бюджете. Да и цены на билеты в этом году, конечно, самые высокие за все предыдущие годы, которые могу только вспомнить. Я бы в этом году все-таки сконцентрировался на внутреннем формате и не ехал в те города, знаете, как первые приоритеты. Например, там Краснодарский край, потому что, ну, во-первых, это огромнейшее количество людей, во-вторых, введение там обязательно вакцинации. Посмотрите, города не первого уровня, знаете, туризма, да, многие из них, кстати, находятся на воде и можно прекрасно привести отпуск в Калининграде, в Самаре или Твери на Волге, понимаете, поехать на Валдай или в Карелию, вот, или посвятить этот год там Дальнему Востоку, посмотреть в сторону там Сахалина, Камчатки, Владивостоку. В общем, мест огромное количество. Мы же с семьей хотим этот отпуск провести в христианском санатории. Мы уже были там и поняли, что это классное место, где можно восстановить, что называется, и душу, и тело. Они есть по всей стране, цены доступны для каждой семьи, поэтому выбор наш лично в этом году. Понятие отпуска возникло относительно недавно. В Европе в конце 19 века, в России в начале 20 века. В нашей стране работники получили право на отпуск после Октябрьской революции. Он стал одним из ее прогрессивных достижений. Поначалу минимальное количество отпускных дней составляло 12 дней. С 1968 года 12.15, с 1970 года 3 рабочие недели, а с 2002 года 28 календарных дней. Отпуска могут выпадать на любое время года. Несмотря на это, многие люди выбирают отдых на природе. На пляже у теплого моря, на горнолыжном курорте, в лесу или у горного озера. Отдыхающим следует беречь природу. Эколог Анастасия Плужникова рассказала о том, как правильно отдохнуть на природе, чтобы не загрязнять окружающую среду и самим остаться довольным. Самое первое правило — это забирайте весь мусор с собой, который принесли, и можете прихватить еще, естественно, тот, если вдруг увидели, что кто-то набросал. Второе — это никогда не вмешиваться в природу. То есть, если вы идете гуляете, то наслаждайтесь цветами, теми, которые растут. Не надо их срывать с собой, потому что дома они вас порадуют, ну сколько, два-три дня, а здесь они будут радовать и других людей еще долгое время. То же самое касается веточек, да, не надо ничего обрывать. То есть, максимально оставляем то, в каком виде это было. Третье — не надо подкармливать животных. То есть, специально еду оставлять не нужно, потому что животные в естественной среде, ну, учатся добывать себе еду. Если есть какое-то место, где постоянно появляется еда, соответственно, животные начинают лениться, они не могут добыть себе еду и, соответственно, ну, могут погибнуть. Далее, если вы, как сказать-то, справляете естественную нужду, то все вещи, опять же, тоже все остатки уносим с собой какие-то, да, если мы использовали. Либо используем, например, туалетную бумагу из переработанной бумаги. То есть, то, что может разложиться в ближайшее время. Пятый уже получается — это не включаем громко музыку. То есть, потому что вы можете попасть, например, на период гнездования и испугать птиц. Либо, например, если они уже отложат какие-то яйца, то испугаются и улетят, они просто не вернутся к своим птенцам. То есть, вот, наверное, пять основных правил, которые сто процентов вам помогут экологично отдохнуть на природе. Психотерапевты считают, что самое важное в отпуске — достичь психологической разгрузки. Как отдыхать правильно, нам рассказала психолог Наталья Егорова. Отдых — это время заботы о себе, а не просто уход от работы. Потому что если вы не работаете, бездельничаете — это еще не значит, что вы отдыхаете душой и сердцем. Поэтому важно находить что-то, что будет вас вдохновлять, наполнять, заряжать и давать вам энергию для дальнейших действий. И, конечно же, необходимо отдыхать до того, как вы устали. Чтобы это не было так, что вы целый год пахали, а потом отдыхаете, и тогда для восстановления нужно гораздо больше сил. Поэтому лучше, чтобы вы планировали регулярно время для отдыха, время для заботы о себе, находили для себя каждый день, каждую неделю, каждый месяц что-то, что будет вас вдохновлять. Ну и, конечно, отдых — это смена локаций, чтобы вы могли изучить что-то новое, увидеть что-то новое, получить яркие чувства и эмоции. Сегодня в студии наш постоянный гость — священнослужитель Сергей Васильевич Никулин. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Бог повелел людям заботиться о своем здоровье, а отдых — важное условие, чтобы наши тела оставались в наилучшем состоянии. Какой отдых рекомендует нам Бог? Бог призывает нас к покою после интенсивного труда. И Он сам примером своим показал, и в самом начале Библии рассказывается о том, что Бог после творения покоился, отдыхал. Ну, Бог не утомляется, но вот этот пример Он оставил нам, людям. И в Евангелии рассказывается, Евангелист Марк рассказывает об одном эпизоде из жизни Иисуса Христа и его учеников. Апостолы по поручению Иисуса Христа совершали особое служение. И вот они пришли к Иисусу Христу и рассказывают Ему о том, что они сделали. И мы читаем об этом в шестой главе Евангелия от Марка. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Сам Иисус Христос показал, что нам нужно отдыхать. Но опять же отдыхать в уединенном месте, наедине с природой, отдохнуть и морально, и физически. А какие бы вы места посоветовали, чтобы лучше отдохнуть? Для меня лучше это деревня и природа, где есть лес, где есть птицы, где можно послушать не только стрекотание кузнечиков, но и щебетание птичек. Это очень важно. А что Библия говорит по этому поводу? Бог создал природу для того, чтобы она способствовала нашему гармоничному развитию и в то же время и отдыху, и общению, нашему восполнению тех сил, которые мы тратим на добывание средств к пропитанию или служение другим людям. Это очень много затрат идет, особенно моральных сил, скажем, об этом так. Поэтому нам нужно восстановление. Восстановление сил на природе, которую создал для нас Бог. Спасибо. Отдых – это не только полезно, но и приятно. Как благ Господь, что сотворил нас, способными получать наслаждение от отдыха. Главное не забывать, что отдыхать, как и работать, нужно с умом, чтобы не навредить ни себе, ни близким, ни окружающей среде. Вы смотрели программу «Грани событий». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова